Всем привет! Сегодня мы будем делать домашние вкусные блинчики на сыворотке. Для этого нам нужна сама сыворотка, масло для жарки блинчиков растительное, чайная ложка соли, столовая ложка сахарного песка, одно яйцо и два стакана просеянной муки. Итак, приступаем. В нашу сыворотку мы добавили одно яйцо, чайную ложку соли, две столовые ложки сахарного песка, добавила я сюда также одну столовую ложку растительного масла и просеянную муку. Вводила муку частями, периодически перемешивая. Вот должно у нас получиться вот такое тесто. Вот примерно, видите, оно тянется вот так немножечко. Сковородка у нас разогрелась, мы ее смазали маслом и выливаем первый наш, скажем так, половничек наших блинчиков. Вот он начинает жариться. Аромат идет сразу, ребят, не поверите. Уже чувствуется, что блинчики будут очень вкусные. Первый блинчик обычно бывает всегда комом, как говорят, но это ничего страшного, нам главное наладить сковородку и дальше уже все пойдет как по маслу. Ну вот я его перевернула на вторую сторону. Вы видите, какой он у нас красивый, румяный получается. После каждого блинчика я сковородку смазываю маслом. Кто-то не смазывает и вы можете не смазывать, потому что в наше тесто сюда мы уже добавляли растительное масло и можно не подмазывать сковородку. Они и так будут хорошо отставать. Продолжаем выпекать наши блины. Вот я первый вам покажу, какой получился красивый, зажаристый и очень вкусный. Я уже с краешку попробовала, щипнула. Да, действительно на сыворотке блины получаются вкусными. Но продолжаем выпекать дальше. Результат я вам покажу. Вот что в итоге у нас получилось. С пол-литра сыворотки у меня вышло примерно 17 блинчиков. Вы видите, они рассыпчатые, получились такие мягкие, зажаристые и очень вкусные. По вкусу у них такой немножко сливочный вкус. То есть, ну, очень вкусные блины. Попробуйте хоть раз сделать и вы скажете, что я вас не обманываю. Действительно, это очень просто и очень быстро. На этом все. Всего хорошего. Всем пока.